Большой привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, а также добро пожаловать Марианна. Всем привет! И это шоу Girls and the City Berlin, и на самом деле очень долгожданный лично для меня выпуск, который мы сейчас снимаем, а именно про то, каково быть мамой в Берлине. И я очень рада взять интервью моей очень близкой подруги Марианны. Мы вместе учились в школе, так что знаем друг друга очень много лет, не скажем сколько. И, как уже сказала, порасспрашиваю про опыт Марианны, каково быть ей мамой здесь в Берлине, и опыт материнства в Германии в целом. Итак, традиционное начало сначала. Марианна, расскажи, пожалуйста, когда ты узнала, что беременна, с чего именно ты начала, и какую первую помощь и поддержку ты смогла получить? Да, это, кстати, очень хороший вопрос. Ну, я узнала, что я беременна. В самом начале беременности я просто сделала самый обычный тест, и, в общем, там было, да, там было две полоски, грубо говоря, думаю, всем известные. Вот. А первое, что я сделала, я нашла женщину, которая в Германии называется Хибаме. Хибаме. Вот. Я не знаю точно, как это переводится на русский. Возможно, что это просто акушер. В общем, это женщина, которая на протяжении всей беременности проверяет вас. У нее нет никаких УЗИ, то есть она проверяет все руками или какими-то небольшими аппаратами, то есть она может послушать сердцебиение ребенка. Почему это важный, хороший вопрос? Потому что именно такого человека в Германии, и в особенности в Берлине, надо найти сразу же, как только вы узнали, что вы беременны. На самом деле, еще лучше, когда вы еще даже не беременны. Потому что их мало, надо найти человека, который именно в вашем районе. Возможно, мы можем поделить этапы на вот три триместра, и если можно, расскажи, как часто к тебе приходил врач, сколько это стоило для тебя, или это все входит в страховку, то есть как выглядела помощь Хибамы, надеюсь, я правильно произношу, вот в период беременности. Во-первых, хотела бы тебя поправить, то, что врач приходит не к тебе домой, а ты ездишь к врачу в ее праксис, так называемый, примерно сначала раз в месяц, и потом уже позже приезжаешь раз в две недели. Есть которые приходят тебе домой, но я про них только слышала, и не факт, что они есть в Берлине. То есть мне кажется, что в Берлине они настолько загружены, и настолько не хотят приезжать к тебе, поэтому ты ездишь к ним, но на самом деле, если беременность протекает хорошо, то в этом нет никаких проблем. Вот, поэтому эта женщина должна быть недалеко от себя, чтобы не ездить, конечно, там час или дольше. Оплачивает все страховка, то есть все эти посещения, ты просто записываешь туда, я был сегодня на приеме, и все, и дальше ты уже не думаешь ничего на этот счет. И да, вот как именно ты, может быть, по каким критериям, помимо локации, стоит обращать внимание, на какие моменты при выборе Хибамы? Ну, стоит обращать внимание на то, это Хибама, которая просто будет проверять вас во время беременности, либо это Хибама, которая потом во время родов направит вас в какую-то клинику, либо это Хибама, которая придет к вам домой. Таких, как мне кажется, меньшинство, и именно такую я искала. Вот, я искала именно ту женщину, которая примет роды у меня дома. Вот, я изначально не хотела, то есть в Германии есть три варианта, может быть, будет такой еще вопрос, но тут есть три варианта. Это рожать в больнице, классический вариант, рожать в роддоме, то есть я не верна, что там есть именно медицинская помощь, но там как раз-таки есть вот эти акушеры, то есть там одни акушеры, вот, Хибамы. И, либо рожать дома, вот, если позволяют условия, и если ты не боишься, что ли. Вот, если беременность, конечно, притекает нормально, там в случае с близнецами тоже есть свои моменты, по-моему, там тоже то ли нельзя, то ли обязательно должно быть присутствие врача, раньше было можно. Вот, то есть, да. Поэтому я искала именно такую женщину, я писала, и мне многие отказывали, вот, из того небольшого списка, но в итоге я сначала нашла одну женщину, потом надо еще найти именно такого человека, который тебе, как бы, отвечает. Отвечает, я имею в виду не твои сообщения, а отвечает, как бы, который тебе откликается, да, в твоей душе, грубо говоря, вот, то есть, который именно тебе подходит. Вот, и изначально это была женщина, которая была постарше, она была такая, что-то из разряда, я не знаю, даже не моих родителей, а вот именно поколение еще старше, то есть, наверное, не бабушки, но что-то между, то есть, и мне казалось, что что-то мне это слишком душно. Честно, вот, и я с ней поговорила, и что-то мы пришли к такому мнению, что, наверное, не стоит, вот, и в итоге я нашла женщину, которая мне прям четко откликнулась, которая была моим мнением по поводу просто всего, которое не напрягало меня во время моей беременности, которая попросила меня сделать только одно УЗИ, просто потому, что она берет на себя ответственность и принимает роды дома, и мне нужно было, это важный момент проверить, где лежит плацента, потому что если плацента лежит перед, так скажем, выходом, то тогда, то тогда все, тогда там только один выход, собственно, это Кесарева, но, насколько я знаю, вот. Поэтому, как бы, в этом случае, да, невозможны роды дома, и надо было это проверить, хотя мне кажется, что, по идее, это была такая перестраховка, потому что опытный человек, вот именно опытная вот эта хибама, она, она может, мне кажется, понять просто руками. То есть, это человек, который реально работает руками, у которого есть свое знание, который сам рожал, я не понимаю, если честно, как можно довериться хибаме, которую сама не рожала, или хибаме, которому мужчина. Это тоже немного странно, я, конечно, не хочу никого обидеть, но для меня это все равно что-то необъяснимое, то есть, мне кажется, человек должен иметь какой-то собственный опыт, возможно, даже не с одним ребенком, но это мое такое мнение, хотя с одним ребенком, по идее, опыта тоже довольно много, но я знаю, что все происходит по-разному. Вот, мне кажется, вообще, на самом деле, это интервью нужно было со мной записывать после второго, когда я уже могу сказать, а, нет, вот это было не очень хорошо, вот это отличалось, а это вообще, как я могла это сделать первый раз, ну, то есть, вот. Потому что первый раз ты абсолютно спокойна, ты вообще как-то, не знаю, не знаешь, что тебя ждет, но ты знаешь, что что-то вроде как бы такое естественное и нормальное, и, не знаю, я была, в принципе, очень спокойна. Маленький офф-топ, что, во-первых, нужно обязательно искать хибаму как можно раньше, определиться, какой из трех вариантов вы хотите в плане родов, где именно дома, в роддоме или в больнице, и также, конечно, безумно важно, чтобы вам откликался человек, с которым вы планируете проводить беременность, и, как вот, на примере, на твоем примере, не бояться отказывать, или просто, если вы не подходите друг к другу, искать другого специалиста. Теперь очень хочется узнать про денежки, какие выплаты положены, когда они наступают, и также, когда наступает декретный отпуск в Германии, понятно, что в Берлине, мне кажется, так же, как и в Германии это происходит, и расскажи, пожалуйста, вот про такие финансовые моменты. Мы уже узнали то, что хибама, можно к ней обратиться за счет страховки, но какие были траты, да, и что тебе положено, какие выплаты? Насчет хибамы хотел еще сказать, что не все покрывается страховкой, разумеется, в моем случае, потому что вся вот эта битроинг, приемы, да, вот, вот эти приемы, они покрываются страховкой, а сами роды, то есть это ты вырываешь человека из его жизни на целый месяц, грубо говоря, то есть целый месяц, она не может никуда отъехать, она должна быть постоянно на телефоне, и за это ты ей плачешь, потому что ты же не знаешь, когда ты будешь рожать, вот, а она должна быть готова в любой момент, и, скорее всего, это будет ночью, Скорее всего, это будет не, там, пару часов, а полдня или что-то из этой серии, поэтому, если не больше, поэтому, вот, поэтому ее оплачивает часть страховка, у меня просто еще самая простая, вот, а остальное это оплачиваешь ты сам, в итоге страховка в моем случае оплатила, по-моему, 250 евро, и я заплатила 600 за роды, за роды, да, за роды, да, и еще, кстати говоря, эта хибама приходила ко мне после родов, Она изначально попросила меня найти другого человека, но я, наверное, это скорее было мое упрямство, я поискала чуть-чуть, и поняла, что, вообще-то, я хочу ее, но она сказала мне, что если я никого не найду, то она придет, и я решила, что ладно, я поняла, что я никого не найду, потому что, как бы, и хочу ее, и это было, на самом деле, тоже очень хорошее решение, вот, в общем, про денежки, и про отпуск, как ты его назвала, декретный отпуск, Так, у меня была такая ситуация, несмотря на то, что у меня высшее образование, теплом, бакалавр, архитектор, магистр, я не работала в Германии ни разу, вот, поэтому у меня не было никакого декретного отпуска, в моем случае это было и просто, и в то же время, разумеется, на этом срезались мои денежки Расскажи, пожалуйста, про эти два сценария, да, если мама до беременности не работала в Германии, и, либо, если она работала, как происходят, вот, как раз выплаты в этих двух случаях, поделись, пожалуйста, своим опытом, и, если знаешь, вот, как происходит это во втором Насколько я знаю, что если вы работали, то в декрет вы можете уйти за полтора-два месяца до родов, и тогда вам будет еще оплачиваться вот это вот время, это называется материнское время Оно оплачивается, я про него, если честно, ничего не знаю, потому что я с этим временем пролетела, и мне ничего за него не платили Да, и, собственно, после родов у вас есть два источника такого дохода, это эльтингельд, родительские деньги, которые вы получаете год всего после родов, и это минимум, если вы не работали, 300 евро Если вы работали, то это 60% от вашей зарплаты за последний год, то есть можете посчитать, вот, выгодно вам работать или нет В таком случае, это шутка, вот, а потом есть киндергельд, это детские деньги, которые приходят ребенку еще и в 18, и в 20, и пока ребенок учится в высшем образовательном учреждении, они приходят Это 250 евро, это неважно вообще, сколько вы зарабатывали, это не зависит от вас, это детские деньги, вот, ну, как бы вы ими пользуетесь, но, наверное, потом в каком-нибудь возрасте ребенок скажет так Мое, да, но пока что, да, сейчас не скажет, поэтому вот так вот То есть, как бы, первый год у вас в сумме получается как минимум 550 евро, на которые, в принципе, можно справиться с ребенком, потому что ребенок, ну, он не требует, в моем случае, не требовал так много затрат Пару коротеньких вопросов на эту тему Какие документы были нужны и вообще сложно ли с точки зрения бюрократии было все это организовать, вот, всех этих необходимых выплат и пособий, как легко это происходит в Германии? Документы, на самом деле, этим занимался мой муж после родов, потому что мне было абсолютно не до того Но, мне кажется, никаких особо сложных документов не нужно было, то есть, у меня не было никаких документов, связанных с работой Наверное, как обычно, паспорта, свидетельство о рождении ребенка, то есть, такие вещи Мне кажется, что для родов, точнее, для регистрации ребенка нужно свидетельство о рождении родителей, либо только мое Нет, мое точно было, по-моему, было нужно, да, вот, и оно у меня было, кстати, даже запастелировано, поэтому, да, вот Но там не было никаких-то сложных вещей, не было И подавать нужно было сразу после родов или как-то заранее? По идее, да, можно подавать сразу после родов, то есть, когда у вас есть время А деньги, они просто придут, например, детские деньги мне пришли за первые 4 месяца одновременно, то есть, спустя какое-то время То есть, они пришли уже после, вот Спасибо большое, потому что, вроде такие, ну, простые вопросы, но просто интересно, мне кажется, будет, каково это с бумажной точки зрения, да Как сложно это, и когда вот приходят, и так далее И еще последняя, так сказать, секция вопросов про именно беременность Расскажи, пожалуйста, в твоем случае, как это было, понятно, что у всех в любом случае по-разному, это, естественно, всегда коэффициент за скобками И также, естественно, однозначно мы советуем все любые действия и выводы делать исключительно вместе, посоветовавшись с врачом, а не с нами Но все-таки мне очень интересно услышать твой опыт, что такого особенного, может быть, ты делала во время беременности Может быть, какие-то физические упражнения, может быть, какая-то диета, какие-то вот такие секретики и, может быть, неожиданные моменты во время беременности Это, кстати, реально интересный вопрос, потому что и секретики, и диеты, и спорт, ну, как сказать, специально для беременности я не делала ничего Вот, кроме того, что масса крови подарила мне масло, которым можно было намазать живот, чтобы не было растяжек Я не знаю, мне кажется, что это на самом деле зависит от генов и твоей кожи, вот, но я не пренебрегала этим ритуалом, мне нравилось, вот, и можете просто тоже повторить Вот, там, мне кажется, вообще не важно даже, какое масло, это просто было какое-то специальное, но это, вот, просто приятная вещь, вот Но на самом деле, если о серьезных вещах, то спорт, да, спортом я занималась, я занималась спортом, пока я не перестала влезать в свои спортивные штаны, скажем честно То есть, пока я не перестала влезать мои леггинсы, это было где-то, по-моему, уже шестой месяц, то есть, можно посмотреть, ну, как бы, это было уже больше половины Вот, я помню, что я тогда поехала еще в Париж, и вот после него я уже не ходила Вот, там я отходила свой последний спорт за три дня, свои барафоны, и на этом все закончилось Вот, а так я ходила, сначала я даже бегала, единственное, что нельзя делать, это тренировать передние мышцы живота, потому что они должны разойтись И, как бы, если они сильно перетренированы, это не очень хорошо, я не знаю, я не врач, но, в общем, это, об этом говорят все, и я думаю, что это правда Вот, я тренировала боковые стороны, то есть, как бы, это можно, и это даже хорошо Спину, это всегда вообще идеально Нижняя часть спины, я помню, у меня раньше были с ней проблемы, но потом, когда я начала вообще, в принципе, заниматься спортом, еще несколько лет назад Это, кстати, правда важная вещь, я, конечно, понимаю, что, наверное, в нашем возрасте уже нету столько времени, сколько было у меня, но начните заниматься спортом заранее Правда, если вы хотите себе сэкономить, я не знаю, как минимум нервы просто, чтобы не страдать во время беременности, во время родов Мне кажется, физическая какая-то просто даже минимальная подготовка, она уже просто даст себе знать У меня, например, лестница на пятый этаж Вот, как бы, хочешь, не хочешь, лифта нету, и вот она уже физическая подготовка тоже Про питание, у меня не было какой-то специальной диеты, единственное, один раз я сходила на курсы по подготовке родом, но это было чисто ради удовольствия Вот, они, на самом деле, были реально очень забавные, потому что это было что-то, я даже не знаю, это какая-то небольшая тайная тусовка для всех тех, кто собирается через месяц рожать Было, правда, очень интересно И там женщина посоветовала две недели до родов, ну, то есть до примерных родов, которые можно вычислить эту дату Не есть сахара и не есть белую муку Вот, причем сахар даже такой, который там, сироп агавы, это тоже считается тогда сахар Вот, я помню, что я тогда делала маффины из фиников Вот, в день родов Ну, в общем, как бы это помогает, помогает избежать сильной боли, потому что якобы сахара, то есть сахар, который из белой муки, то есть это тоже все превращается в сахар Собственно, почему все толстеют от этих вещей, да Они провоцируют какие-то гормоны, которые не должны быть якобы Ну, то есть я этого не знаю, я не знаю, правда или нет, может быть, тут есть люди, которые в этом разбираются и могут на этот вопрос поподробнее ответить Но вот есть какая-то теория, то есть то, что это влияет на какие-то гормоны, которые провоцируют то ли какую-то сильную боль во время родов, то ли они, наоборот, не провоцируют схватки Ну, то есть, в общем, там что-то может пойти не так, поэтому я решила, что ну ладно, как бы я и так, в принципе, не ем так много сладкого Хотя понятно, что как бы там, ну, я позволяла себе во время беременности, в особенности после В общем, я решила попробовать эту теорию Я не знаю, на самом деле помогла она мне или это просто зависит от организма женщины, но почему бы нет? Все равно это полезно, это интересно и вообще попробовать как бы силы воли Я не знаю, правда, кто хочет проверять свою силу воли на последних неделях беременности, наверное, это может быть, конечно, тяжело, но да На самом деле я, ну вот как бы из таких вещей, про которые все думают, боже мой, я не буду это делать, это то, что я реально занималась спортом Ну, я не поднимала каких-то тяжелых вещей, но я качала спину, то есть я качала ноги, я все-таки поднимала какой-то вес, я много ходила И я даже вначале бегала, но потом просто уже стало тяжело Единственное, что мне не понравилось, хотя так делают беременные женщины на ютубе, это вставать в такой мостик Потому что в этот момент я подумала, так, подождите, мне кажется, мой ребенок там переворачивается Думаю, так, мне не нужны проблемы, чтобы он там выходил не тем, чем надо Хотя ребенок будет вращаться еще до самих родов, это как бы нормально Вот, но я решила, что я не буду вставать на голову, чтобы просто, чтобы не искать себе приключений, так скажем, лишних Вот, а что еще? Про какие-то секретики А, и еще, конечно, такой момент, то, что не надо есть за двоих То есть как бы, вот, ребенок получит все самое необходимое И, правда, есть за двоих, ну, то есть если у вас какой-то прям супераппетит и вам хочется, то, наверное, не надо себе отказывать Вот, но скажу вам так, что, я не знаю, у всех тоже это все по-разному И это может быть даже по-разному в разных беременностях, насколько я знаю В первые три месяца мне не хотелось есть вообще ничего, потому что мне просто чисто тошнило от всех запахов Не знаю, как сказать, у меня был только токсикоз чисто в голове, так скажем, вот Но это было очень плохо, я не могла есть ничего, кроме, не знаю, какого-нибудь хлеба с маслом Или вот реально хотелось соленых огурцов почему-то То есть это была такая какая-то еда, которую вот с этим вот чувством отвращения ты еще можешь как-то принимать Вот, и там, не знаю, какую-нибудь капусту вот эту свежую Вот в Германии она, кстати, если что, вот эта капуста, которую мы знаем, она продается Я нашла ее только в одном месте, это был биоладный, биомагазин Вот там есть свежая квашеная капуста, все остальное, то, что продается, вот эта вот капуста в банках Она какая-то вся сладкая и она невкусная, вот, для меня То есть, так что вот это тоже мой секретик, где искать нужную капусту, если вы беременны Вот, но это первые, как бы, три, там, два-три месяца, потом это проходит У меня просто еще все это выпало на ноябрь, и ноябрь просто там такой, тошнотворный месяц И тут еще эта беременность, ну, в общем, все было такое, и все в новинку, и все Вот, еще было до этого переезд, и я подумала, интересно, может, правда, квартира вонючая досталась Вот, но кто-то говорит, что кому-то муж свой пахнет, вот, у меня такой проблемы, слава богу, не было Вот, слышала, что собаки начинают вонять, если у кого-то собака дома, но это Вот, я не знаю А во второй половине все было идеально, кроме, ну, появляется небольшой животик, но он еще не такой большой Его еще можно вскрыть, ты можешь еще спокойно куда-то там бегать и ходить Вот, мы с мужем слетали в Париж, это было просто лучшее решение, реально, это просто мой совет топ Прежде чем вы родите ребенка, все говорят, проводите время вдвоем, как можно больше, пока вы не втроем Я думала, ну, а что, ребенок мешает или там, ну, можно кому-то отдать, вот, хотя в нашем случае, как бы, некому Это, кстати, реально проблема в Берлине, ребенка некому отдать Вот, а на самом деле, да, то есть, это было реально классно, то, что я понимаю, что я уже не могла, не знаю, выпить вина вечером в Париже, потому что была беременна То есть, как бы, какие-то удовольствия от меня ушли, но, правда, если вы хотите, если у вас есть мечта куда-то поехать И провести время, как бы, с чувством и с толком, делайте это до того, как вы родили Вот, то есть, это мой совет Потом, я не знаю, когда это время вернется, но когда оно вернется, вот, я даже не знаю, я даже не вижу его отсюда Ну, а третий триместр, он, как бы, уже, мне кажется, самый, ну, как сказать, он самый тяжелый физически, потому что ты понимаешь, что все Ну, как бы, уже реально, тебе тяжело ходить, ну, вот, это было еще у меня лето, это была жара, и в какой-то момент я поняла, что мне уже тяжело ходить То есть, моя походка даже изменилась Она даже не сразу пришла, кстати, после, говоря, после родов в себя Моя даже походка изменилась, и я сначала думала, я не буду, как вот эти все женщины, которые в развалочку, как тут гусыни ходят Вы не избежите этого Даже, 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 даже если вы не выглядите, как гусыня, вы будете так ходить Потому что это невозможно, потому что это просто давит на что-то там Неописуемое, что вынуждает вас так двигаться Ну, то есть, как бы, вот, это было тяжело И с этими лестницами на пятый этаж было тяжело И, ну, как бы, в моем случае я понимаю, что это было каждый день И у меня была очень хорошая подготовка Но это было все равно Такая нагрузка Вот, то есть, уже понятное дело, что ты не видишь, что там снизу Ты не можешь нормально там до чего-то достать Хотя, кстати говоря, меня спрашивают, ну, а как ты педикюр делаешь? Ну, кстати говоря, нормально У меня не было проблем, я не знаю Никаких проблем не было Вот, ну, да Ну, то есть, ну, раздражал потом живот, потому что, конечно, раздражал чувство Что у тебя что-то на коленках лежит Вот И штаны хотелось надеть Я купила себе эти джинсы Вот, когда я пришла в форум после родов Я подумала, что все, я сделаю себе подарок и куплю джинсы Потому что я просто соскучилась Я ходила только в платьях в одном Вот, и поэтому, да И теперь хочется поговорить про опыт родов И в случае Мурианы про опыт домашних родов И этому у меня посвящено несколько вопросов Давай, пожалуйста, пройдемся по ним Беседа получилась очень полезной, но еще очень длинной Поэтому я решила выпустить два видео И вас ожидает вторая часть Это была первая Так что через неделю Или бы уже На канале будет вторая часть этого видео Друзья, на этом хочется закончить эту замечательную беседу Большое спасибо Муриане Я очень ей благодарна Мне кажется, не только я, но и многие зрительницы моего канала И, конечно же, тут хочу сказать про канал Мурианы Оставлю ссылочку в описании Во-первых, хочу оставить ссылку на видео про Париж Который упоминался в видео И обязательно загляните Но, кроме того, канал Мурианы посвящен жизни в Берлине И Берлину в целом Поэтому, кто любит этот город Конечно же, однозначно, скорее туда Очень красиво, интересно и полезно Да, хотела добавить, что не смущайтесь Что пока что там немного приостановились видео Это как бы... Логично Да, это просто такая фаза в нашей семье И, да, у моей дочери Вот, они возобновятся Я думаю, что осенью у меня снова появятся силы И мы продолжим Теперь нет пути обратно Все, до встречи в новых видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok